Здравствуйте! В эти дни в ракетно-космическом центре имени Хруничева провожали Ангару. Провожали на космодром Плесецк для тестовых испытаний. Ангара – это новое поколение экологически чистых ракет модульного типа. Сегодня в центре имени Хруничева строится не только легкая, но и тяжелая Ангара, которая заменит российскую ракету «Протон». Ангара – это абсолютно современный носитель, в котором применены все современные наработки, которые существуют в космической отрасли. Это касается не только конструкции, новых материалов. Это применение систем, которые обеспечивают нам очень эффективное использование тех компонентов топлива, которые мы применяем. Системы, которые позволяют нам решать очень многие задачи, которые связаны с парированием нештатных ситуаций. Вообще, надежность Ангары, она существенно выше, чем надежность протона. Российский спутник «Бион» с мышами, улитками и ящерицами вернулся с орбиты. К сожалению, не все животные вынесли тяготы орбитального полета. Но, как полагают ученые, жертвы были не напрасны. Наука получит новые данные о влиянии космоса на живые организмы. Под руководством «Роскосмос» эта программа началась несколько лет назад. И за это время впервые был создан новый абсолютно аппарат. Аппарат, который не имел до этого никаких аналогов. Кожа нормальная? Да. Все на месте? Веки открыты? Да, репрессии есть, тремора нет. Это был уникальный полет еще и потому, что это первый полет, который 30 суток. Нигде в мире 30 суток в автоматическом режиме живые биологические объекты, и тем более млекопитающие, не летали. Трудовые династии в России – не редкость. Пять лет назад фамильная профессия появилась и в космонавтике. В 2008 году на орбиту отправился Сергей Волков, сын героя Советского Союза, известного космонавта Александра Волкова. В эти дни родоначальник первой в мире космической династии, уроженец Донбасса, отмечает свой юбилей, а его сын Сергей готовится уже к третьему полету. Когда я стартовал, я даже не думал, что сын когда-то захочет стать космонавтом. Он был летчиком, то есть он мечтал стать летчиком, но что он будет космонавтом, я никогда не предполагал. Герой Советского Союза, летчик-космонавт Александр Волков свой день начинает на кухне. Первым делом – утренний кофе близким. Я освоил этот аппарат раньше других, с ним работаю чаще. Редкий случай. На завтрак к родителям заглянул старший сын Сергей. Свободного времени у него почти нет. Каждая минута расписана. Тренировки в гидролаборатории, на тренажерах, изучение корабля. Три дня будут комплексные тренировки. А почему три? Потому что короткую схему и обычный штатный. А зачем обычную? На всякий случай. Какой может быть случай? Если авария. Сергей тоже космонавт, герой России. Пошел по стопам отца. Они стали первой в мире космической династией. Первая космическая династия началась в Чугуеве. Это город Чугуев, это близ города Харьков. Вот. И я там работал летчиком-инструктором. Обучал ребят летать на реактивных самолетах. Он понял, что хочет стать космонавтом 12 апреля. В день, когда в космос отправился Юрий Гагарин. После школы поступил в летное училище. Потом и работа инструктором. И однажды на автобусной остановке он вытянул заветный билетик. Ко мне подошел штабной работник. И говорит, у командира полка уже, наверное, неделю лежит приказ главкома довести до личного состава, что идет набор в отряд космонавтов. Три недели медкомиссии, экзамены и тесты на выносливость пролетели как один день. Из двух тысяч в отряд отобрали только девять новичков. В том числе и Волкова. Звонок в дверь. Я тут перевязанное горло. Александр Александрович Авосько с апельсинами из Москвы приехал. И он открывает и говорит, ну что, космонавша, встречай космонавта. Только через девять лет он отправился в свой первый полет. На космическую станцию «Салют-7». Когда ракета начинает уходить от стартового стола, она вся там дрожит. Чувствуешь какая-то мощь. Такая реакция. Песню хочется запеть. Некоторые, может быть, и поют. Ну, я там стеснялся, может, на улыбку была. Такая, что да, вот оно, вот оно, мы поехали, мы поехали. Первая поездка длилась всего пару месяцев. После он еще два раза летал в космос. Но уже на станцию «Мир». По миру гуляет казак молодой. Это я. Но петь хотелось не всегда. Были и опасные ситуации. На грани жизни и смерти. Однажды после работы в открытом космосе Волков и его напарник, француз Жан-Лук Ретьен, никак не могли зашлюзовать переходную камеру. До последнего вдоха у них оставалось каких-то три минуты. Начал закрывать, он говорит, у меня запотело стекло, я не вижу ничего. Ну, ему там, говорю, аварийную подачу кислорода включи, пусть там оно может сдует. Ну, в общем, с трудом там даже вплоть до того, что дотянись носом, протришь запотевшее. Ну, в результате вместо минуты получилось, пока мы вот это все закрывали, около десяти минут. После третьего полета Александру Волкову предложили возглавить отряд космонавтов. Почетная должность. Он согласился. А в один прекрасный день, когда шел очередной набор в отряд, к нему на стол легло личное дело его сына Сергея. Тогда в их семье состоялся серьезный мужской разговор. Знает ли он, куда идет. Я вырос в этой семье, я вырос в звездном городке, я знаю людей, как состоявшихся в этой профессии, так и не состоявшихся в этой профессии. Просто я думаю, что он убедился в том, что я, наверное, смогу, потяну это дело. Это стихийное образование космической династии. Но я рад, что это у нас получилось. Получилось бы у другого, я тоже был бы рад. И если бы меня не напоминали, что у нас первая в мире космическая династия, я бы, наверное, так и жил, просто знал, что мой сын космонавт. Сергея зачислили в отряд космонавтов. Волков-старший ушел на земную работу, командовать звездным городком. И вот ему уже 65 лет. Точнее, еще 65 лет. По земным меркам солидный возраст. По космическим одно мгновение. И еще столько нужно успеть. В космосе ее именем назван кратер на Луне и малая планета. На Земле – улицы и площади в сотнях городов мира. Валентина Терешкова – первая женщина-космонавт. Отметить полувековой юбилей полета «Чайки», а именно такой позывной у нее был на орбите. Готовится не только в России. В далекой Индии уже провели фестиваль и фотовыставку, посвященную Валентине Терешковой. И даже выпустили почтовую марку с ее портретом. До юбилея полета легендарной «Чайки» осталось три недели. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи.